Подкасты — это регулярные тематические аудио-шоу. С точки зрения бизнеса они помогают продвинуть ваш бренд. Прослушивание записей не занимает у пользователя много времени и, главное, не отнимает его зрение, поэтому он может слушать ваш подкаст параллельно со своими обыденными делами. За счет любителей этого формата можно добавить новую аудиторию и добавить еще одну точку соприкосновения со старой. Еще один плюс подкастов — в русскоязычном сегменте, скорее всего, еще нет ваших конкурентов. Наравне с другими каналами контент-маркетинга подкасты, во-первых, повысят вашу экспертность в глазах аудитории, помогут сформировать ваш имидж, помогут принести вам дополнительный трафик на сайт. Но только в том случае, если вы оставите ссылку на ваш сайт в описании вашего подкаста. Форматы подкастов могут быть абсолютно разные. Во-первых, это интервью с вашими экспертами. Во-вторых, это нарративные подкасты, когда вы прописываете сценарий и делаете что-то вроде формата сериала, только в аудио. В-третьих, это новостной формат, когда вы рассказываете, например, о новостях отрасли и комментируете их вместе со своими коллегами. Еще один вариант — это обучалки или какие-то гайды в аудиоформате. Далее важно определить оптимальную продолжительность вашего подкаста. В среднем она 20-30 минут. Это как раз то время, которое человек тратит на свои обыденные дела или дорогу до дома или до работы, к примеру. Что вам понадобится для записи подкастов? Для первых тестовых выпусков можно обойтись рекордером в телефоне и обычной петличкой с Алиэкспресса. Если дальше вы не бросите свою затею, обзаведитесь профессиональным рекордером. Например, микрофоном марки Blue Snowball или Аудиотехника. В среднем такие микрофоны стоят от 70 до 90 долларов. Если вы планируете уличные или выездные записи для репортажей, приобретите рекордер марки Zoom, например. В диапазоне 150-300 долларов. Есть тысячи вариантов с различным разбросом по цене и возможностям. Выбирайте тот микрофон, который подходит под ваши задачи. Можете изучить отзывы в интернете, почитать разные обзоры. Следующий шаг — выбор программ и платформ для записей. Например, стандартный QuickTime или Audacity с возможностью параллельно записывать аж 16 дорожек. Под эти задачи вы можете использовать любой аудио- или видеоредактор с возможностью захвата аудиодорожки. Если вы решите остановиться на формате интервью, совсем не обязательно приглашать гостя в свой офис. Вы можете воспользоваться возможностью удаленной записи. Например, с помощью скайпа. Другой вариант — воспользоваться отдельной программой для записи звонков. Например, икам. Эта программа позволяет записывать отдельные дорожки для каждого говорящего. Такой процесс записи сильно упростит вам задачу при монтаже звука. Икам платный, но есть пробный период. Итак, первые выпуски вы можете записать на скромном бюджете и протестировать формат в разрезе своего бизнеса. Импровизация для подкастов — это замечательно, но лишь она не прокатит. Оборотная сторона медали — читать текст с листа. Откажитесь от этого и старайтесь быть живее и свободнее в своем диалоге. У вашего подкаста должна быть четкая цель и структура. Оптимальный вариант — составить тезисный план и свободно рассказать о своей теме, соответствуя ему. Чтобы упростить задачу своей целевой аудитории, можете в начале выпуска дать краткий анонс того, о чем расскажете в подкасте. Если вы захотите вставить в подкаст какие-то звуки, шумы или фрагменты других аудиозаписей, также пропишите это в своем сценарии. Все это упростит задачу вашему монтажеру в будущем. Софт для монтажа. Мы уже упомянули программу Audacity, в которой вы можете редактировать свой подкаст, но есть и другие простые, бесплатные и, главное, с возможностью редактирования вашей аудиодорожки прямо в браузере. Например, программа Soudophonic. Можно удалить лишний фрагмент из вашей аудиодорожки, добавить плавное затухание или появление и захватить звук с микрофона прямо на вашу аудиодорожку. Следующая программа. В ней можно добавлять различные аудиоэффекты. Например, эффект эхо. И тут должно быть эхо, эхо, эхо. Также здесь есть фильтр частот, компрессор, усилитель сигнала и другие функции. Bear Audio Tool. В отличие от предыдущих редакторов, у этого есть русский интерфейс. Также есть встроенная база звуков для оформления вашего подкаста и собственный конвертер. Вторая группа редакторов – это программы, которые можно полноценно установить на компьютер. Они поддерживают множество фильтров, микширование и многодорожечное редактирование. Лидер среди этих программ – Adobe Audition. Это профессиональный редактор, который помогает тонко работать с шумами, поддерживает все форматы, помогает исправлять дефекты, менять скорость звучания и характеристики звука с помощью гибких эквалайзеров. Похожая по функционалу программа – это Soundforge. Ее можно купить на год или бессрочно. В зависимости от ваших целей и операционной системы цена может варьироваться. Уникальные отбивки и фоновая музыка помогают отличать ваш подкаст от других. И, конечно же, цепляют вашу целевую аудиторию. Вы можете создавать различные шумы, фоновую музыку, но ни в коем случае не использовать чужой труд. На записи, защищенные авторским правом, использовать в своих подкастах нельзя. Каким же путем можно пойти? Ну, во-первых, попробовать купить право на чью-то музыку. Второй путь – заказать создание таких отбивок и музыки в специальных студиях. Третий – экстремальный. Попробовать самостоятельно наколдовать аудиоэффекты. В помощь вам друзья-гитаристы, клавишники или специальная аудиопрограмма. Magix Music Maker, которая помогает из заготовок, как пазлик, собрать собственное музыкальное произведение. Если у вашей компании уже есть видеозаставка, можно вытащить из нее аудиодорожку и использовать в своем подкасте. Где размещать аудиозаписи? Напрямую залить ваш подкаст в iTunes или Яндекс.Музыку нельзя. Сначала заливаем подкаст на аудиохостинг, затем создаем RSS-поток. Сделать это можно с помощью саундклауда. Сначала создаем в саундклауде аккаунт. Если он там у вас уже есть, под новый подкаст придется создать новый аккаунт. Жмем Upload и подгружаем файл. Затем вас попросят указать название вашего подкаста. Желательно придумать его не более чем на 20 символов, иначе в каталоге подкастов ваш текст просто обрежется. Далее вносим жанр, теги и описание. Все нужно назвать в точности, как в вашем будущем подкасте, потому что именно эти данные подгрузятся из сервиса, и их увидит ваш слушатель. Далее во вкладке Permission проставляем галочку в пункте Include in RSS-фид. В настройках переходим на вкладку Content и получаем ссылку на RSS-поток. Хранить в саундклауд можно не более трех часов записей. Как вы понимаете, это очень мало. Платная подписка стоит 12 долларов в месяц при покупке за год. Заходим в iTunes, логинимся в iCloud, находим раздел с подкастами и добавляем ссылку в открывшемся окне на ваш RSS-поток. Отправляем и ждем одобрения Apple. Первичная модерация может проходить от двух дней до трех месяцев, но чаще всего все проходит быстро. Все добавляемые в саундклауд выпуски будут автоматически доступны в iTunes. Как правило, через несколько часов после загрузки на хостинг. Яндекс.Музыка. Здесь тоже потребуется ссылка на ваш RSS-поток. Переходите по ссылке в описании, нажимайте «Разместить аудиозапись» и заполните простую форму. Рассмотрение заявки занимает несколько рабочих дней. Подкасты ВКонтакте. Функция подкаста ВКонтакте доступна только сообществом, поэтому если у вас его еще нет, срочно бегите и создавайте его. После этого можно подать заявку в закрытое сообщество авторов подкастов ВКонтакте по ссылке в описании. Перед тем, как подключить вам функцию подкастов, ВКонтакте хочет быть уверена в качественном контенте, который вы будете размещать. Вас попросят прислать пример первого выпуска вашего подкаста. Вы можете залить его в свои аудиозаписи ВКонтакте или скинуть ссылку на сторонний хостинг, где размещен ваш подкаст. Заявки рассматриваются примерно в течение недели. Важно отметить, что нельзя размещать чужие фрагменты музыки или аудиозаписей. Более подробные правила скинем в описании к этому видео. После одобрения ваши подкасты будут выглядеть в группе вот так, а подписчики получат уведомления о каждом новом размещенном выпуске. Спотифай. Официально этот сервис в России не работает. Однако, если вы не хотите упускать небольшую долю российских слушателей, которые все же есть на платформе, или хотите создавать контент для зарубежной аудитории, воспользуйтесь VPN. Если у вас уже есть аккаунт на Spotify, новый для подкаста создавать не нужно. Потребуется только ссылка на RSS. Ссылку для авторов на Spotify оставлю в описании. Google подкасты тоже официально не работают в России, но все мы знаем, что если очень хочется, то можно. Поэтому подключайте VPN и переходите по ссылке в описании к видео. Там мы оставим инструкцию и страницу для добавления RSS-фида. Конечно, публиковать подкасты лучше на всех площадках одновременно, чтобы не упускать аудиторию. И увеличить охваты вам, конечно, помогут пуши в соцсетях, рассылках или на сайте. Как попасть в топы выдачи каталогов достоверно никому неизвестно. Но подкастеры наблюдают прямую связь между прослушиваниями, количеством подписчиков, отзывов на ваши подкасты и, конечно, регулярностью выхода ваших выпусков. Поэтому лучше заранее подготовить несколько эпизодов и без проблем выкладывать их на ваши площадки. Не расстраивайтесь, если процедура создания подкаста показалась вам слишком сложной. Есть платформа, которая позволяет делать все в одном месте и причем совершенно бесплатно. Это сервис Анкор. Сейчас он принадлежит Spotify, и Spotify рассчитывает расширить свое влияние на рынки подкастов с помощью нее. Эта платформа совмещает в себе все этапы производства подкаста. То есть здесь вы можете записывать аудио, редактировать их и микшировать, размещать, то есть использовать платформу в роли хостинга, распространять автоматически по различным каналам и отслеживать статистику прослушиваний. Кроме этого, вы можете даже монетизировать свои подкасты с помощью платформы Анкор Спонсоршипс. Даже есть возможность получать донаты от слушателей. Причем для пользователей платформа абсолютно бесплатна, и хранить свои записи вы можете неограниченное количество времени. Короче, Анкор это просто находка для всех начинающих подкастеров. Дизайн обложки, описание канала и выпусков. Конечно, чтобы привлечь внимание к вашему подкасту, на самой первой точке касания важно придумать классную обложку. Многие, к сожалению, об этом забывают. Так что услуги дизайнера вам точно пригодятся. Конечно, вам также понадобится описание как для вашего канала, так и для каждого отдельного выпуска подкаста. Если вы пока не готовы взять на себя ношу по созданию подкастов, вы можете стать гостем в чужих выпусках или купить рекламу и размещение у популярных подкастеров. На этом на сегодня все. Желаю вам удачи, начинающие подкастеры. Всем пока!